мы решили здесь просто немножко посидеть ой как хорошо но немножко посидим тут ветер северный север тянет а потом поедем дальше мы знаем хорошее местечко говорили что с сегодняшнего дня это с этого северного полюса ветер будет циклом тащить вот он и тянет ну вот и тащит все ну воды всегда еще было прохладно сидеть вот на другой стороне франция здесь германия лебедь полетел здесь интересно рейн так разделяется две части о только сказал никто не плавает вон машет веслами на лодке вчера нам смс-ка пришла хотя мы во франции не были пожалуйста ты ставите балалайку мы находились в германии до французской границы еще было порядком и пришла смс чтоб сделали тест что типа мы приехали из франции машет парень помахал а вот возле острова на камеру не видно будет далековато молодежь поплыли да хорошо это туда хорошего пути обратно обратно блин против течения против ветра ну да не боятся же интересно они даже жилетки с эти не одели по идее надо а если сейчас ветер как начнется из кинет и даже по этим правилам на вот не боятся ничего еще на тюрьму туда где-то купить баржа ходит от нас недалеко от нашего городка сколько 38 километров в эту сторону мы ехали недалеко так что франция от нас недалеко слышу вода как шумит он веслами машки не боятся же поплыли туда а если сейчас баржа поплывут баржа плывет не написано какая у той название стояла у этой нет с такой скоростью прям по течению по ветру и ну ну конечно быстро спи ребят смотрите поплыла смотрите вода сейчас волны такие начнутся заболевать лето какие тут ходят гуляют а некоторые тут лежат загорают поплыла баржа смотрите вода прозрачная звук воды так классно интересно и молодежь туда тоже поплыли на лодке весом и махали не бояться ведь молодежь одним словом чё саш может соберемся туда поедем мы еще одно местечко знаем классно где мы в прошлый раз ездили были в прошлый в прошлом году что соберемся да и поедем туда до сильный ветер а там я думаю такого ветра не должно быть там затишка внизу сидишь ну когда мы сюда проезжали я посмотрела там никого не видела не было никого о лебеди смотри 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 полетели смотрите какие огромные правильно их кормят тут саж давай туда пройду тут лебеди постой немножко вот они вот они саж смотри полетел какой большой а еще один полетел ничего себе у них крылья машут вон еще один на другую сторону полетели ладно собираемся поедем туда там нам больше нравится все дошли мы до мотоцикла собираемся и едем дальше тут недалеко нам ехать о смотрите баржа танкер какой плывет мануэль да скорость какая у него ребят обалдеть мануэль поплыли огромный какой-то машина сверху лодки стоят какой огромный да саш ну все а мы собираемся на своем танкеры на своей барже и дальше плывем каски оденем не забудем цвета приколистка и на своем танкере поплывем все одеваемся давай ребят смотрите здесь такое местечко мы в прошлом году облюбовали его приезжали здесь сидели здесь вообще это гриль плац но мы такой домик стоит рыбацкий клуб понятно смотрите кого-то растянули распяли блин там на лодках он молодежь катается здесь столики такие видимо они грилят здесь домик такой он они располагать расположились на травке на лодке приплыли только что рыбку эту нельзя ловить написано видите здесь домик закрыт он но и в прошлый в прошлом году мы тоже сюда в прошлый раз приезжали тоже здесь все закрыто было но мы здесь сидели прям на травке расположились возле воды потому что сильно жарко было и здесь мы сидели здесь костер шкли видимо по видимости здесь травник у них такой большой и слева и справа видите вон молодежь здесь у них тоже все двери закрыты но между прочим туалет стоит унитаз там чисто и все открыто здесь у них даже на уличная такая раковина стоит в прошлом году они ее вину цивали они пользовались в этом году они еще ее не сделали и не почистили вот решили здесь на столике со скамейками здесь так как земля вся сырая и сегодня прохладно мотоцикл оставили там стоять ну и здесь можно походить до поснимать видите там такие мостики стоят где видимо эти рыбаки рыбачат прошлом году когда мы здесь были снимали рыба плескалась а наши воды вот так выпрыгивал смотрите деревянные лодки стоят сейчас пройду я тоже туда саша уже начинает распаковываться потихоньку но я сейчас буду помогать чё саш распаковываешь нашу фигнюшка как это называется забыл вот чай будем греть до кипятить ну чё тогда тут посидим да да давай полную нальем вскипятим и будем чай пить сейчас мы с сашей полтора литра полтора литра я говорю что меньше чайничек один и два он наверное насчет налево полный вы или нет у волны сейчас мы стояли тут заходит парень один молодой мы думаем блин чему тут надо обычно никого тут нет потом выходит он и наш мотоцикл фотографирует мы думаем блин ну вот чё надо саша его позвал он развернулся оказывается он по-немецки даже не бум-бум я даже не знаю какую нации был царь о поплыли саша ему говорит чё мол типа фотографируешь мотоцикл но они друг друга поняли объяснились до мотоцикл нашему понравился он и будет сбоку сфотографировал со шпирта ну ладно тогда почему а ты другой еще баллон с собой взял прикинь чё уау реакция пошла ну вот надеемся сейчас чаек вскипятим но я буду на стол готовить все положили нашу скатерку эту потому что стол деревянный это наша соль и сахар как всегда что мы тут собой забрали ой у нас пир на весь мир это мы откроем попозже тарелочка мы с собой забрали как всегда картошечку две булочки здесь у нас к чаю здесь стаканчики наши и заварка и наши ложки вилки наши ложки вилки все сегодня расположились мы так и в принципе даже очень ничего как культурные люди за столом будем сидеть ну у нас здесь еще в этом в дозочке здесь очень много всего и зелень и овощей все но я ее пока не открыла так как пылью может надуть так что будем сейчас здесь сидеть да вчера вообще классно мы на полу лежали на земле ну и чё наш чаек греется да пойду я пока сюда пройду сейчас я приду в прошлом году мы тоже здесь были нам так понравилось вот видите здесь у них такие деревянные лодки стоят чё саш отцепляем и едем плывем ух ничего себе пойти пойти на лодку шторы залезть саша если чё я в воде ага чтоб света не залезла но она устойчивая такая саша я поплыла слушай а может сюда все положим и здесь посидим вообще прикольно слушай у нас еще такого пикника не было в лодке прикинь там ветер я уже тоже звук да о чё посижу слушай а внизу-то и прикольно давай здесь пикник устроим саш на воде прикинь гони мотоцикл сюда поближе и здесь мотоцикл куда попасть слушай мы так еще не сидели пикника у нас еще такого не было ребят прикиньте вау здесь прикольно давай сюда все все притащу приготовлю не хочешь в лодке вот прикольно здесь смотрите вода оттуда заливается сирена и здесь такое озеро сикардос ребят не саш мы тут сидеть не будем они дырявые они дырявые сидеть не будем я посидела у меня все штаны мокрые смотри вода заливается вот так вон вода заливается смотрите я посидела у меня все штаны мокрые а так в принципе прикольно да да они полностью водой наполняются так что не повезло нам сегодня это я такая смелая то что они прицепленные здесьда саш ты ты знаешь если бы так оплыть вата que то поплыть ооооос этоatherнфаркого получила. Смотрите. Как здесь хорошо. Вон. Вода забегает. Смотрите. Поплыли. О, сколько воды забежало от моего веса. Ладно. Пойду я посмотрю, что там Саша делает. Вот. Видите, они прицепленные на цепя. Где наш папочка? Шеф-повар. Как всегда. Пока Света ходит, гуляет, Саша на мопед по расписанию готовит. Все, Саша? Шумит? Ну-ка, подними крышку. О, процесс идет. Прикольно. Чайничек наш. А классно, да, тут? Нам в прошлый раз понравилось, да? Там было лучше лежать. Ну, там было лучше лежать, а сейчас ветер, там земля вся такая сырая. Лодка наполняется водой. Я посидела, от моего веса вода набежала. Не, они же не смазаны ничем, как бы не смазаны. Смотри, у меня штаны мокрые, я даже и не заметила сначала. Дерево, оно рассыпается. Ой, какие цветочки. О, наш чайник закипает. Водичка. Почти, почти уже бурлить начинает. О, наш чайник закипает.